Чтобы понять весь контекст происходящего, я расскажу вам подробно обо всём. Мы были в городе Тампа-Бэй, Флорида, на молодёжной конференции, и после конференции я и мои младшие братья пошли перекусить. У нас не было цели дискутировать, не было цели спорить, мы не делали дауат. Мы просто пошли поесть, а некий новорождённый уличный проповедник решил прийти и попытаться проповедовать нам Евангелие и как молиться. Во-первых, я бы хотел, чтобы вы обратили внимание на то, как мы слушаем, а она нет. Во-вторых, та форма молитвы, которую использует она, и что на самом деле показывает Библия. Наслаждайтесь. Иисус Христос навсегда с нами, так что следуйте за Ним. Послушайте, у Него есть что сказать вам. Я покажу вам, как нужно молиться. Я помолюсь прямо сейчас. Да благословит Господь каждого человека, их семьей, любовью и счастливой жизнью. Наполните свои сердца и покажите им себя настоящими. А теперь все вместе повторяйте за мной. Если вы желаете получить подарок от Господа, что Он приготовил для вас сегодня ночью, то все повторяйте за мной. Скажите, дорогой Господь Иисус. Один Бог! Один Бог! Наполни мое сердце. Даруй мне свободу. Скажите, я верю в Иисуса. Я верю в Тебя. Так наполни же меня Своим Духом. Увеличь в нас стремление проповедовать Евангелие. О Иисус Христос, скажите, во имя Иисуса, Я говорю, я рожден снова и я прощен. И я на правильном пути, потому что Иисус живет в моем сердце. Во имя Иисуса! Аллилуйя! А теперь танцуем! А теперь танцуем! Эй, ребята, ребята, эй, послушайте. У нас здесь человек из Сан-Диего, он религиозный ученый. Он ученый в сравнении религий. И у него есть что сказать вам. Вернитесь, вернитесь! Это ученый богослов! Теперь вы видите лицемерие современного христианства. Они говорят об Иисусе, они поют, танцуют, орут, но они не следуют Иисусу, мир ему. Как молился сам Иисус? Согласно же их Библии, Евангелие от Матфея, глава 26 стих 39, где говорится, что Иисус прошел немного вперед и совершил земной поклон, прикоснувшись лицом к земле и молился одному всемогущему Богу. Это согласно Библии. Но мы не видим, что сегодняшние христиане соблюдают это. Если вы взглянете в Бытие, глава 17 стих 3, то там говорится, что Ибрахим, Авраам, мир ему, он сделал то же самое. Пал Ниц, то есть совершил земной поклон и поклонился одному Богу. То же самое сделал Моисей и Арон, они оба пали нить, совершив земной поклон и помолились, то, что мы, мусульмане, называем Суджуд. На самом деле, в Библии вы найдете слова о праведных, к примеру, Иисус Новин, Иисус пал лицом своим на землю и поклонился. И это в Иисус Новин, глава 5 стих 14, вы найдете в Откровении от Иоанна, глава 7 стих 11, что даже и все ангелы стояли вокруг престола, и пали перед престолом на лица свои и поклонились Богу. Сегодня, когда вы видите, как молятся мусульмане, как они стоят, делают поясной поклон, совершают земной поклон, то есть молятся так же, как молились пророки, а с другой стороны, вы видите таких христиан, как эти, просто лозунги, крики, танцы, люди, не способные к разговору, не следующие ни пути Иисуса, ни своей собственной Библии, просто танцуют и думают, что это и есть их поклонение. Я не позволь вам говорить мне, как и что делать. Мы не говорим так, это не вызов. Скажите, как молился Иисус. Мы ничего вам не говорим. Нам просто интересно, вы молитесь во имя Иисуса, так скажите, как молился сам Иисус. Он танцевал так же, как и вы, или же он совершал земной поклон? Обратите внимание на их реакцию, и это не имеет абсолютно никакого отношения к пути Иисуса. Их выдуманное поклонение в виде танцев и криков, Иисус мир ему не поступал так. Разве они открыты к диалогу? Разве они могут привести доказательства из Библии? Будут ли они говорить на эту тему? Давайте посмотрим. Читайте свое Евангелие и поймите, как на самом деле молился Иисус. То, что творите вы, это не есть путь Иисуса. Вы всего лишь танцуете, орете и кричите. Мы верим в Иисуса больше и молимся, совершая земной поклон, именно как делал Иисус. Вы же танцуете, чего не совершал Иисус. Мы восхваляем Господа, которого восхвалял Иисус. А вы же не знаете, кто ваш Господь. Если вы думаете, что Иисус является Богом, то кому тогда поклонялся сам Иисус? Обратите внимание на это. Если мы взглянем в Библию, Евангелие от Луки, глава 6, стих 12, то увидим, что Иисус молился Отцу. Он молился одному Богу. Но эти люди не поклоняются одному Богу, они поклоняются Иисусу. Вместо того, чтобы молиться так же, как молился сам Иисус, они придумали свой путь поклонения в виде танцев и криков. И кому они молятся? Вместо того, чтобы молиться одному великому Творцу, которому поклонялся и сам Иисус мир ему, они молятся Иисусу, хотя Иисус никогда не молился самому себе. Кому поклонялся сам Иисус? Вы скажите мне, кому поклонялся сам Иисус? Кому молился Иисус? Это не довод. Вы не можете вести разговор. Все, что вы можете, это орать, кричать, петь и танцевать. И ничего из этого Иисус не делал. Иисус не танцевал, как вы. Я слушал вас. Вы не слушали меня. Я не говорю вам то, чего вы хотите услышать. Это не касается вас. Я не хочу разговаривать. Поэтому хватит. Мы не подходили к ним. Мы не начинали этот разговор. Мы пошли туда просто покушать. Они сами подошли к нам и начали орать и кричать. И говорить, может ли она помолиться за нас, и что желает рассказать нам о Иисусе. Но когда мы начали говорить и приводить доказательства с их же собственной Библии, тогда они не захотели вести этот разговор. Потому что сегодняшнее христианство – это просто лозунги, эмоции и нововведения в виде танцев, но никак не следование Иисусу, мир ему, или же его учению. Бог один! Один Бог! Знаете, что все это – крики и танцы, и узкость ума – не остановит распространение истины. Те, кто желают поклоняться одному истинному Творцу, единственному Богу, который не спаслал откровения Адаму, Аврааму, Моисею, Иисусу и Мухаммаду, мир им благословения всем. Поклонение этому истинному Творцу, Аллаху, так как нам показано пророками, будет продолжаться, и люди с чистым разумом и открытыми сердцами продолжат принимать истину, и эта религия распространится в каждый дом.